Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа по четвертому каталогу Фоберлик. Много новинок, и сегодня в таком формате без лица, зато с руками, потому что заболел. Потому что заболел, девчонки, с температурой, но заказ снять для вас не могу. Начнем с небольшой вставочки, потому что у меня знакомая заказала два парфюма, и мы, чтобы взять их подешевле из новой коллекции, да, зелененький и черный, заказали их в прошлом каталоге. Может быть, кто-то не знает, что так можно делать, поэтому я вам рассказываю. Чтобы взять товар по выгодной цене, да, особенно если вы работаете, консультанты, продаете по обычным ценам, я отдаю ей, как бы, ну, со своей скидкой, за 740 рублей мы их взяли, то для вас это будет достаточно выгодно. То есть она попросила мне два парфюма, я себе там взяла кое-что, сейчас сделаю вставочку, все увидите. Я сделала заказ неделю назад, мне его на пункте выдачи выдали, если вы в хороших отношениях к владельцам пункта выдачи, то так сделать можно, да. И я ей его отдала, а оплатила уже в четвертом каталоге, потому что я делаю посту баллов в каталог, и в прошлом каталоге мне эти баллы уже не нужны, да, и чтобы они попали в этот каталог, да, я платила его в понедельник, когда начался четвертый каталог, 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 каталог заняла. В общем, сейчас покажу, что там было. Открываю вместе с вами эту маленькую коробочку. Так, не надрезали до конца. Кстати, я девчонки нашла еще у себя с рандеву бокса, да, кто видел обзоры, аромабокса. И там у меня была дочка Бабана Императрица. Блин, как он мне понравился. И он был, ну, оригинал. И многие из вас писали, что зеленый похож на этот аромат, он действительно похож, и я теперь хочу себе тоже зеленый. У нас здесь с вами два парфюма, мужской, женский, зеленый. И вот такая вот варежка, которую я вам уже много раз нахваливала. Так, сейчас придется отключить стабилизацию. Так, вот она у нас с вами варежка. Артикул ее 910-201. Я Крестюшу этой варежкой мою. Я моюсь, я смываю сама с лица маски какие-то скрабы вот этой варежкой. Она безумно мягкая, девчонки, очень мягкая. Прям крутая. Стоит своих денег абсолютно. И вот он лак. Заказала себе и видела на него обзор. Он абсолютно не такой, как в каталоге. Он очень интересный. Мы с вами покроем его сверху моих ноготочков и посмотрим, как они будут блестеть, как они будут выглядеть. Так, фокус, ты сегодня что? Артикул 7861. Он очень красивый. Он дает, мне кажется, на любом цвете лак. Очень красивый финиш. Так, артикулы парфюма вам не сказала. 3324, который на императрицу зеленый похож. И 3200 черный мужской. Вот такой вот мини-заказ. И он вышел, по-моему, на 20 с чем-то баллов, если я не ошибаюсь. Сделать девчонки поудобнее. Сейчас буду наносить на ноготочки вот этот лак. Посмотрим. Вот так выглядят мои ногти до. Сейчас открою, покажу. Вот такой он. Достаточно жиденький. Перламутровый. Красивый. При нанесении он слегка полосит. На моем оттенке ногтей не видно, особенно этого. Но на каком-то другом может быть видно. Видите, сразу какое сияние. То есть на остальных ноготочках пока нет, на этом есть. Вот такой перелив красивый получается. На камеру здорово вообще смотрится. Вот сюда тоже уже нанесла. Тут уже подсох. И вроде как вот то, что полосит, не сильно видно, когда подсыхает, да? И если самостоятельно наносить на непокрытый ничем ноготок, то, мне кажется, надо будет слоя два минимум для такого красивого цвета, для красивого свечения. Вот так ноготочки смотрятся при естественном освещении. Сейчас еще карандашком кутикулу смягчу. Вообще красота. Вот здесь у меня два слоя. Сохнет он достаточно быстро. Да, смотрите, вот как переливается. Это, знаете, что-то типа, не знаю, хамелеона. Вот такое покрытие. На некоторых оттеночках, мне кажется, будет очень интересно смотреться. На темно-синем лаге, мне кажется, будет очень красиво вот этот перелив смотреться. На черном. Как бы здорово. Если есть вопросы, как это все делать, я надеюсь, я наглядно объяснила, задавайте. Итак, поехали. Как всегда, салфетки. Это как всегда у нас с вами. Артикул. Артикул, артикул. 1, 7, 9, 8. Я люблю, чтобы у меня несколько штук в запасе всегда лежали. Потому что не люблю покупать другие. Я вот сейчас купила другие. Просто так купила, хотя у меня эти в запасе были. А они так не очищают кожу. То есть разница колоссальная. Поэтому я люблю, неудобно, что клапан такой, да, неудобно потом вот так вот ее обратно засунуть. Мы ее уже руками с вами потрогали. Но они классно пропитаны. Они здорово очищают кожу младенца. И вообще, в принципе, кожу. Поэтому, да, у меня их, по-моему, там 6 штук. Я заказала тюрбан для волос в комментариях. Девчонки рассуждали на эту тему и все нахваливали. Хочу посмотреть. 117, 19, да, 117, 19 артикул у нас с вами. Штрих-пот даже есть. Давайте смотреть. Потому что вещь, на самом деле, удобная. Но те, которые я брала для этого, это жесткий полиэстер. Ну, не жесткий, а мягкий. Но я терпеть не могу. Здесь материал 100% полиэстер. Да. Ладно, сейчас посмотрим. Может быть, он с неплохого качества будет. Я не люблю такие, нет. Это действительно полиэстер. Ну, лучше, конечно, чем у меня до этого были. Но мне не нравится. Я не люблю из полиэстера такие тюрбаны. Посмотрим в использовании. Вот здесь у нас бирочка, да, фиберлик. Вот такая резиночка есть. Мы с вами надеваем на голову, вот так вперед, пуговичкой. В следующем видео примерим, да. И закручиваем хвостик и зацепляем. Вот так. И у нас с вами волосики сохнут, впитывают. Но, ладно. Полиэстер так полиэстер. Бог с ним. Будем смотреть. Красивый розовый. Попробуем. Следующий взяла. Две пачки ночных прокладок. В этом каталоге на них хорошая цена. И я люблю эти лыжи. Вы смеялись в прошлый раз над лыжами. Но я их действительно люблю. Они классные. Они большие. Они на ночь, даже на день. Они очень прекрасно подходят. 11295 артикул. Сейчас покажу вам, как они выглядят. Кто не в курсе, кто не брал никогда. Вот этот клапан. Они прям реально здоровые, девчонки. Прям вот реально. Вот видите, какие. То есть вот моя рука почти как две ладошки. Здесь крылышки есть у нас в середине, но ближе к началу и в конце, что очень удобно. Хотя крылышки это большой минус. Прокладок Фоберлик. Они, блин, клеиваются практически моментально. Скажем так. Плохо крепятся на белье, плохая клеевая снова. Надо по этому поводу написать в обратную связь. Поехали дальше. Дальше. Это серия Дом. Ультракондиционер-бальзам для белья. Мне он больше всего нравится после органы по аромату. И больше всего нравится по действию. После него белье самое мягкое, на мой взгляд, из всех индиционеров Фоберлик. Артикул 11856. Классные. Достаточно густые. Ну, как достаточно. Не очень сильно густые. Кто-то жалуется, приходит с хлопьями. Но я беру в запасы, у меня ни разу не было таких косяков, чтобы кондиционер был с хлопьями. Поэтому, как бы, все нормально. Нареканий никаких нет. И важно, что еще это у нас ноль плюс. Поэтому все вещи в доме стираю этим кондиционером. И не парюсь, грубо говоря, да. Так, дальше взяла вот такое концентрированное моющее средство из серии Дом. Оно мне больше всего нравится тоже по аромату. Цветущая липа. Это блаженство. Я просто обожаю этот аромат. Закончилось все для полов. Решила взять в запасы. Надо было взять прям парочку. 302.17. Но на это средство акций в этом каталоге не было. Забрала по полной стоимости за полный балл. Боже, это божественный аромат. Это просто божественный. Когда моешь полы, его не чувствуешь. Я прям плачу. Ну, хотя бы так из флакончика понюхать. Дальше. Я взяла пробник зеленой воды еще раз. Потому что, я вам уже говорила, да, мне очень понравился Дольче Габбан. Императрица, с которым мы его сравнивали. Я пробники все отдала. 4766 артикул. По ВИП-программе очень дешево брать пробники. Поэтому взяла. По мне, императрица, девчонки, она прям вот потом отдает. Хотя у меня знакомая, она сказала, что ей не отдает. Это, видимо, индивидуальные особенности. Я прям вот в полной уверенности была, что императрица это афродизиак. Ой, ну есть сходство, да. Есть сходство. Я, по ходу дела, девчонки, буду брать еще большой зеленый парфюм. Мне очень нравится. Да, 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 да. Прям закос такой. Я еще попробую нанесу на другую руку императрицы. На эту. Этот парфюм и буду сравнивать. Очень похож на самом деле. Потому что этот, я сейчас обратила внимание, мне тоже отдает потом. Вот есть вот эта вот нотка, которая для меня напоминает ход. Но не знаю, почему, девчонки. У кого так же, напишите. Так, дальше. Взяла вот такое молочко себе для тела. Крем Вуаль, точнее, из серии Дрим Терпи. Мне очень нравится сейчас эта серия. Во время беременности я с ней жестко вообще спала. Здесь все нормально. Артикул 2611, 150 миллилитров. Я еще не брала молочко из этой серии. Пришло в слюде. Мне интересно, у меня есть спрей. А вот крема Вуали нет. Дальше он не запечатанный никогда. Вот так выглядит. Легенькое молочко такое. Легенькое. Увлажняющее. Классно. Вот после душа с кремом-маслом из этой серии намазаться этим кремом. Вообще счастье. Классический аромат этой серии. Очень увлажняет, хочу сказать. Прям вот увлажняет, увлажняет. Здорово. Нравится. Очень. Так, взяла вот такой ополаскиватель для рта. Сейчас и горло болит. Буду сейчас полоскать им, потому что все закончились. Без фтора, без спирта. Артикул 1637. Я помню, вы мне, девчонки, из этой серии, его именно советовали при боли в горле. Многие очень хвалили. Вот такая здесь крышечка. Наливаем сюда его и полощем. Он у нас с вами, по-моему, прозрачный. Да, вот такой прозрачный. Но если я болею, а мои все не болеют, придется себе какую-то другую емкость заводить, да, чтобы полоскать, никого не заразить, кто потом тоже захочет прополоскать. Он достаточно такой ядреный, несмотря на то, что там нет спирта. Из линейки Фаберлик Бэби взяла вот такие два геля для подмывания. Артикул 1644 с экстрактом череды алоэ вера. Они классные. Они меня полностью во всем устраивают. У меня этот уход для Крестюшки и для себя. Я и Ксюша тоже используем этот гель для подмывания, поэтому все устраивает. Все супер, все замечательно. Так, дальше, девчонки, из новинок. Очень интересная новинка, потому что спорная. Германская формула у нас здесь написана. Ничего по-русски спереди нет. И сзади, по-моему, тоже. Слушайте, да, это... Нет, есть универсальное средство для снятия всех видов лака. Он снимет гель-лак, как вы думаете? Вот мне очень интересно. Made in Russia. With ingredients in Germany, короче. Сделано в России из ингредиентов со всего мира, даже вот так. Не знаю, надо залезть еще почитать на сайте аннотацию, потому что мне интересно, для всех видов лака. Ну, то есть гель-лак, это же тоже лак, да? Прозрачная жидкость. Фу, который пахнет ацетоном, что можно задохнуться. Ой, девчонки. Фу. 100 мл. Чуть не задохнулась, ей-богу. Будем с вами в следующем видео тестировать. Я не знаю, вот сверху у меня покрытие, да? Я вам лак показывала. Пять дней прошло, уже до сих пор она держится, но уже поднадоело. Хочется снять. Следующее видео снимем. Может быть и гель-лак тоже заодно снимется. Так, дальше из новинок. Вот такой вот баллон. Пенный очиститель для ковров ткани объек. Сухая чистка против пятен. Очень интересно про сухую чистку. Сохраняет, восстанавливает яркость краски, защищает от пыли. Я обязательно в своем бежевом диване попробую. 302, 52 артикул. В следующем видео с вами будем чистить диван. Для ковров особая чистящая система. Обильная густая пена. Хочется посмотреть хотя бы, как это вообще все выглядит. Баллон охромный такой. Не знаю, сколько тут миллилитров. Номинальный объем 400 миллилитров. Так, смотрите. Ой. А, сухая чистка. А где обильная пена? Она, наверное, будет на ткани потом появляться. Фу. Ой. Запах сильно выражен. Прям вот сильно бьет в нос. О, бывает. У меня нос еще заложен. Фу. Способ применения перед использованием. Хорошо стряхнуть баллон равномерно, распылить средства на обрабатываемую поверхность. При попадании на пластик, не дожидаясь высыхания, удалить влажной тканью. На пластик нельзя, видите. Дать пене подействовать в течение 1-3 минут, затем обработать поверхность тряпкой, губкой или жесткой щеткой. Пропылесосить после высыхания или протереть насухо чистой тканью. При температуре окружающей среды не ниже минус 10. Он у меня холодный с улицы только. Сейчас я встряхну как следует. Может появится пена? А, во! Появилась, смотрите, девчонки. Пена появилась. Ну что ж, средство интересное, но пахнет очень ядрёно. Очень ядрёно. Есть какая-то химодная душка. Не скажу, что прям противная. Он вроде такой аромат-аромат, но как-то вот не айс, если честно. Будем тестировать в следующем видео на диване. Так, поехали дальше. Что-то тут у меня в отдельном пакете. А, и да, и да, и бали, наверное. Так, это кофе, это соль, это анти-пауэр родины. Из него теперь никуда. Анти-пауэр пью раз в день, по 2 таблетки пока. Но вроде всё нормально, да, после удаления желчного с пищеварением и так далее. Поэтому, может быть, и порежу сейчас буду пить, но пусть он будет, да. Здесь у нас панкреатин. Кто не знает, что это по типу мизима, панкреатина препарат. Только много ещё полезностей есть в составе. Яблочная клетчатка, порошок папайи, порошок ананаса, панкреатин. Сейчас я вам приближу. Вот, кому интересно, да. Вот такой препарат. Он у меня теперь есть на постоянной основе. Я его пользую, я его пью. Где-то у меня есть открытый ещё не допила. Так, артикул у нас с вами 157.33. Вот такие таблеточки. Я глотаю по 2 штуки. В самый вредный приём пищи в течение днях, как правило, это бывает ужин. Хотя никакого дискомфорта я не спутываю после ужина, но решила вот так. Дальше у нас с вами кофе. Он был по очень привлекательной цене в этом каталоге, но у меня закончился кофе, а в них хочется. Кофе растворимый я взяла день. Добрый день, потому что утро для меня, ну, чересчур горький. А здесь 95 грамм. И он не совсем бюджетный, но он действительно бодрит. Вот. 160-49 его артикул. Он действительно бодрит, он действительно крепенький. В этом плане как бы всё нормально, всё здорово. Если пить без молока, горький, но я всегда пью кофе с молоком. Классно. И соль взяла. Беру на постоянной основе. Теперь соль вот такую классическую, уэльскую. Правильная соль, без каких-либо добавок. На 30% меньше натрия. Она практически не солёная, но в этом её и прелесть, да? Артикул у нас с вами 161-46. Поехали дальше. Так, бижутерия у меня здесь, девчонки, бижутерия. Это у нас с вами что? Это набор бижутерии. Кольцо плюс серьги Вивиан. Артикул 600-387. Я взяла несколько наборчиков. Смотрите, как это. О! Мне показались они грубыми, но потом я решила, что мне безумно нравится вот этот цвет. И решила этот набор взять. Так, давайте смотреть. Кольцо у нас с вами раздвижное, то есть по пальчику будет регулироваться, но сделать это очень тяжело. На самом деле, сейчас я вот так до конца не буду. Мне маловато, потому что что-то оно не раздвигается практически сейчас. А, нет, вот хорошо раздвигается. Всё подделай, всё хорошо раздвигается, регулируется. Так, и серёжки. Я давно не ношу серёжки, боюсь, крестюшка мне их оторвёт. Но хочется весна, хочется красоты, цвет очень красивый. Так, теперь серьги. Серьги у нас с вами как выглядят? Я, наверное, заглушку там внизу оставила. Ага, вот такая вот, ну, самая обычная, самая дешёвая заглушка. Кусочек силикона, скажем так. Вот так они выглядят сзади. Фокус. Да, и вот так одевается заглушка. У меня всё время чешутся уши на бижутерию, девчонки. И поэтому я... Ага, а тут такая заглушка. Очень интересно. А где такая вторая? Девчонки. А, вот она. Вот она. Смотрите, вот такая заглушка и кусочек силикона. Это у нас был с вами просто так. Вот такая заглушечка. У меня чешутся уши на всю бижутерию, поэтому я делаю как? Рассказываю лайфхак. Кто не знает, я уже рассказывала. То есть мы вот эту часть, вот этот гвоздик сам покрываем прозрачным любым лаком для ногтей. Можно непрозрачным, если у вас нет прозрачного, потому что всё равно не видно. Даём высыхать, потом можно вторым слоем ещё, и всё. И носим с удовольствием. Никакой аллергии, ничего нет. В принципе, красиво. Мне очень нравится цвет. На самом интересном месте закончилась память. Красивые. Красивые такие вот по толщине они какие. Мне нравятся. В следующем видео одену, покажу, как смотрится на мою. Так, что у меня ещё из бижутерии? Сейчас найдем. Ещё вот такая коробочка. Это у нас с вами серьги Стефани. Артикул 600-790. Информация, кому интересно, из чего сделано и так далее. Можно нажать на паузу, почитать. Давайте открываем. Я в этот раз решила серёжками закупиться, да? Так. Очень красивые. Ну, очень красивые. Камешки прям вообще безумно красивые. Здорово, да? Мне нравится. Здесь у нас такая же с вами застёжка. Растёгиваю. И вот как они выглядят с обратной стороны. То же самое. Буду этот гвоздик покрывать прозрачным лаком и носить. Ну, вот эти маленькие, такие лаконичные, миленькие, да? А те уже такие немножко обязывающие, скажем так. Да? Под маникюр, под мой нынешний подход. Камешки переливаются. Здорово. Так что вот такие серёжки тоже на себе. Обязательно вам их покажу. Поехали дальше. Дальше взяла карандаш пятновыводитель, потому что ни один другой пятновыводитель у меня от Фаберлик не работает. Поэтому его повторила. При переезде куда-то свой остаток потеряла. Хотя карандаш очень долго играющий, хватает надолго. 301-52 артикул. Он потрясающий. Он действительно выводит любые пятна, но с ним нужно быть осторожней, потому что он может повредить деликатную ткань. У меня есть пятна на футболках от краски. Они хоть эти футболки и домашние, но тем не менее, они мне нравятся, хочется как-то ходить опрятной. Поэтому попробуйте им карандашом. Мы с вами отклеиваем первый вот этот отсек. У нас оголяется вот этот сам белый карандашик. Можно немножко помочить ткань. И трем карандашиком оставляем на какое-то время. О, я только заметила, что до сих пор в кольце сижу. Оставляем на какое-то время и всё. У меня он справился с пятном, которое было на кофте 10 лет. Вот серьёзно говорю. Есть одна любимая кофта, в которой я её заказывала. Я её по дому таскала. И вот вывела на ней пятно. Так, дальше, девчонки. У нас с вами вот такой вот... Господи, как же он называется-то? Сменный блок для тонального кушона для лица Baby Face. Правда, линейка у меня кушона ICO. Но мне наш директор прислал видео, где вот эти сменные блоки подходят для кушона ICO. Там как раз он и менялся. Будем с вами менять тоже в следующем видео. Так, артикул 6641. Я беру самый тёмный. Какой-то бежевый там у нас, по-моему, он называется. И он такой же по цвету, как ICO. Вот мне ICO под цвет идеально подходит. Он у нас с вами в одном оттенке представлен, да? А Baby Face там уже появился ещё один новый оттеночек. Средний, совсем светлый. И вот этот. Мне вот этот больше всего нравится. Вот так выглядит. Открываем. И здесь у нас с вами сам кушон. Так, единственное, я, если честно, ожидала, что здесь будет губка в наборе. Потому что, если ты меняешь кушон, то хочется заменить и губку. Да? Я была уверена, что здесь будет сверху губочка. Я, если честно, даже расстроена. Потому что, ну, старую губку, пользоваться новым кушоном... Ну, машинки попробую постирать. Или отбеливатели мне говорили постирать, которые у меня не работают. Вот эти жидкие девчонки, да, рекомендовали. Губочки очень не хватает. Вот как он выглядит. Вот его оттенок. Он хорошо подстраивается под цвет лица. Прокушон осел. Мне даже девчонки писали, что брали его белоснежком. Он подстраивается потом. Он действительно подстраивается. И он уже не такой жёлтый, каким кажется. Вот сейчас он на руке посидит немножко. И вы увидите. А пока поехали дальше. Так, что у нас с вами дальше? По программе VIP или лайк, я уже не помню. Я взяла сыворотку One Week Miracle. Потому что она у меня закончилась, а крема ещё есть. Как-то она быстрее, чем крема заканчивается. Ну, крем у нас дневной и ночной, да. Сыворотка всего одна. Я в тональнике сейчас вся кругом. 0653 её артикл. Мне очень понравилась эта серия. Она действительно работает. Но по VIP-программе. Потому что в лайк One Week Miracle не было, насколько я помню. Если только не появилась. Она круто работает. Она лёгкая. И с ней лучше работает крем. Я вам уже про эту серию неоднократно рассказывала. Люблю и с удовольствием пользуюсь. Я вижу, как лицо подтягивается. Не то, что прям подтягивается. Видите, она такая желтоватая. Не то, что прям подтягивается. Но выглядит хорошо. Разглаживается. С утра личико после ночного прямо сыворотки выглядит хорошо. Сыворотка очень быстро впитывается. С ней, допустим, вы массаж лица гуаши или ещё какой-то не сделаете. Я просто пробовала. С кремом из этой серии можно, да, ночным. А с сывороткой нет. Она очень быстро впитывается. И лицо практически матовое потом. Взяла детскую зубную щётку. Вот такую Ксюше обновить. Это серия Кошка Малина. Артикул 114-79. Нормальные зубные щётки. Таких к нему тоже никаких нареканий. Это бывает акции, да и без акций беру. Так, поехали дальше. Дальше дейзики. Новые дейзики я взяла все три штуки. Все три штуки. Будем с вами разбираться, что почём. Фокус. Так, этот у нас антипреспирант. Эффект до 4 дней ультра. Я так понимаю, он самый сильный. Артикул 2678. Они у нас вот так запечатаны приходят. Шарик, как у классических антипреспирантов, да? Меньше, чем в ля-крем. Одушка приятная очень. Даже не знаю, с чем сравнить, девчонки. Может быть, с вот этим вот кондиционером. Но нет, деликатнее и очень приятная. Очень. Ой, какая нежная. Нежненькая, приятная одушка. Прям супер вообще. Так, смотрим второй. Следующий это у нас антипреспирант. Эффект до 3 дней. Там у нас до 4, это до 3 дней. Лайт. Я может, вот этот Ксюша там. 2677. Она начала пользоваться антипреспирантами. Интересно, составы у них разнятся. Аромат абсолютно такой же. Бомбезный. Какой-то парфюм напоминает девчонки из Эйвен. Серьезно. 2677 я вам сказала. Вот составы. Чем они могут отличаться? Да? Вода. Но на первом месте все то же самое. По-моему, они ничем не отличаются. Не хочется сейчас на этом зацикливать внимание. Девчонки, кому интересно, ну и в личном кабинете тоже можно посмотреть. Мне кажется, они ничем не отличаются. Маркетинговый ход, а зачем? Эффект до 3 дней, эффект до 4 дней. Ну ладно, пусть будет. Так, и следующий дезодорант это спрей. Я больше люблю дезики в формате вообще твердых стиков. Но на втором месте у меня спрей. Шариков я как-то не очень люблю, но пользовалась. Эффект до 3 дней. Лайт. То есть это у нас вот такой же дезик, только в формате спрея. Давайте смотреть, что к чему. Так, артикул у нас 2679. Спрей антипреспирант лайт. Давайте посмотрим, там следы хотя бы будет. Оставляйте мне. Ну такой он абсолютно водный. Без сверта неинтересно. Ой, как вкусно, девчонки. Ой, как я. Очень ярко выражена одушка. Вкусно, но прям бьет в нос. Серьезно, прям вот бьет в нос капитально. Рука не побелела ничего. Вот такой вот он жиденький, да? Налета никакого, грубо говоря, нет. Наносить на сухую, неповрежденную кожу. Угу, со расстояния 15-20 сантиметров. Рулангированное действие. Блокирует подотделение. Что-то нигде не написано, без спирта они или нет. Мне кажется, они со спиртом. Я больше чем уверена. Пометочки нигде нету, скорее всего. Похож, мне не очень понравился дизайн, потому что похож на дезики. В Ашане у нас каждый день, да, Марка, представлена. Такой вот дешевый баллончик. Но она сама серия в таком у нас с вами, в таком стиле, поэтому чего уж там. Так, заказала вот такие полоски для носа серии NFOW. У меня почему-то сейчас перед критическими днями Т-зона вообще высыпает капитально. Даже не то, что высыпает, а подкожники. Взяла вот такие почиститься и пилингами чищусь. Но сейчас будем скоро их прекращать, потому что весна на носу, да. И хочу полоски вот эти попробовать, потому что я давно их не брала. Раньше нравились. 0,438 артикл. Здесь 4 штуки у нас с вами. Открываем полосочку и клеим ее на нос. Отклеиваем защитный слой и клеим ее с вами на нос. И намочить еще надо. Вот такая полосочка, да, черной стороной клеим на нос, отклеиваем. Удобные. Удобные и вроде как чистят. Но если еще предварительно кожу распарить перед этим делом, да, как следует очистить тоже, то вообще красота. Дальше новинка из серии LOVE. Смотрела уже на нее у VIP-ов, но отзывы не очень хорошие, но все равно взяла. 0,184. Это у нас с вами универсальный бальзам-концентрат. То есть мы с вами сухие участки им можем смазывать, и они будут не сухие якобы. Я обязательно попробую и на ножках, и на ручках. У меня самое сухое место это почему-то левый локоть, я не знаю почему. Вот так он выглядит как вазелинчик. Да. Я сейчас попробую нанести на локоть. Он очень твердый, его тяжело набрать. О, растаял. Растаял. С присоприкосновениями с кожей он начинает таять. Пробую наносить на локоть. Он у меня прям один, не знаю почему, один сухой-сухой. И у меня лучше всего его смягчать бальзам для стоп-гладки-пяточки и крем-лав баночки, который у нас с вами с ланолином. Там прям сразу наносишь и смягчает. Здесь нет. Он так и остался сухим. Не знаю, только как бальзам для губ я вижу способ его применить. Ну, можно кутикулу как бы тоже обрабатывать, не знаю. Вот, кстати, кушон практически подстроился под цвет кожи, да, и уже не выглядит таким желтым. Ну что, будем как бальзам для губ пробовать. Я с вами и смягчать кутикулу. Потому что локоть так и остался сухим. Вот, то есть они там есть у меня шелушения, не так и остались. Когда я наношу крем-лав из большой баночки, там все смягчается сразу. Поэтому, ну не знаю, лучше возьмите крем в баночке в большой. Действительно, так себе новиночка. Так, дальше взяла вот такую новинку. Это у нас с вами серия Эксперт. Мне шампуни все равно не очень нравятся из этой серии. Бальзамы, маски тоже. Нет, но они нормальные в принципе. Но все равно, если не сразу, как было раньше, то на пятое применение голова начинает чесаться. Это сыворотка-концентрат интенсивное укрепление. Дезодорантом до сих пор пахнет на кухне, девчонки. Имейте в виду, что парфюм он перебивать будет однозначно. Я не знаю, как шариковые себя поведут, но спрей будет перебивать парфюм однозначно, но запах крутой. 1885. Сыворотка. Мы будем с вами наносить ее на кожу головы, по проборам, распределять массирующими движениями. Тут даже не написано, что на чистую можно, на грязную, наверное. При необходимости нанесите повторно. Насыщает питательными веществами. Ну, не знаю, попробуем. Я сейчас опять интенсивно отращиваю волосы. Вот такая вот малюска. Прям вот маленькая-маленькая. Носик удобный. Цвет желтый. Аромат приятный, как у этой линейки, потому что я брала белые шампуни. Аромат приятный, как у всей этой линейки. Попробуем. Попробуем, посмотрим. Крем для мамы и малыша с депантенолом. Один в запасе, поэтому взяла еще. 1645. Крестюшку я мажу, Ксюшку я мажу. И сама могу им мазаться тоже. Он крутой. Он очень легкий. Он быстро снимает покраснение. Я его люблю безумно. Так, по-моему, а нет, еще не все. Еще пакетики вот такие вот у меня подарочные. Я взяла, потому что впереди 8 марта. И такие пакетики всегда пригодятся учителю или еще кому-то. Две штучки взяла. Пусть будут такие ни к чему не обязывающие, ни с цветами, ни с чем. И теперь уже все. Заказ этот был, получается, у нас с вами на 78 баллов. Предыдущий на 22. И новый каталог. Ну, вот этот я очень жду, девчонки. Тут просто бомбезные новинки. Я не знаю, у меня глаза разбегались, когда я смотрела. Кто фаберлик не зарегистрирован, регистрируйтесь. Ссылочка всегда под видео. Будем с вами общаться. Если видео было вам полезно, ставьте обязательно лайк. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok